Девушки отдыхают Вонючек Рассказывай вообще, как твой день сегодня начался, чем занимался, Оля хочет огурчик съесть, молочком запей У меня все отлично, сегодня выходит мой клип следующий Вы сейчас видели первый клип, а теперь будет второй Правильно, ведь один клип хорошо, два клип получишь намного А ты вообще замечаешь А я не пытаюсь петь, между прочим Да ладно, да ладно не пытаюсь Я татуировки делаю Я могу научить Ты знаешь, не, Лилу, здесь все, здесь уже глупо, понимаешь, как обчинку горох будет Мне кажется, обезьяну будет прочно научить говорить Да, медведь мне не просто на уху наступил, он в детстве со мной был рядом Танцевал там резинку О-о-о, да, Оля Было очень экзотическое детство, как мы поняли, она дружила с медведем Ну, Оля, как сабы, в своем репертуаре, все, ее нужно куда-то отдать, там, не знаю, на реабилитацию, а силы восстановить Так, Нилу, значит, второй клип Да О чем второй клип? Он называется фейк Фейк? Да А клип-то не фейк? Он не фейк, вот мы надеемся, что он не будет фейком, потому что я там стараюсь быть настоящей, искренней, вот, и он про то, что бывают какие-то искусственные люди с искусственными, даже не то, что люди, искусственные ситуации У меня есть одна знакомая подруга, искусственная почти, почти, да Ну, а на самом деле эти люди, мне кажется, несчастные, вот они искусственно пытаются что-то сделать, там, не знаю, что-нибудь нарастить себе Ты знаешь, она не выглядит несчастной, совсем не выглядит Да, вот у Оля, например, искусственные мозги Такого не бывает Бывает, Нилу, поверь, бывает, у нас здесь все бывает Ты понимаешь, вот сейчас со стороны посмотрела, да, Леса, а я с ней здесь, по-настоящему, 24 часа в сутки нахожусь Ой, мы спалились? А-а-а, все, папа нос Окей, так, прямо сейчас Ромб, ты такой сексуальный, ты такой сексуальный, ты такой сексуальный Спасибо, спасибо, Леса, это прекрасно Прямо сейчас мы все посмотрим вместе Любимый клип Оли Золотой Исполняет эту композицию легендарный исполниверь Аркаша Лайкин Ай, ты такой сексуальный, Рома Спасибо, Оль, ты мне постоянно об этом говоришь Аркадий Лакин тоже так считает Да, и это он так же мне говорит Окей, друзья, движемся далее Телефон прямого эфира 276-29-49 Номер SMS-сервиса 6150 А также общаемся в официальной группе ВКонтакте vk.com Russian Music Box Правильно Конечно же, вопрос от Дарьи Земсковой Хочет ли Лилу записать с кем-нибудь дуэт Хотелось бы С кем-нибудь иностранным, может быть А с кем вы узнаете сразу Ну, после этого, видите, там В цепи, браслеты, после рекламы Ну что ж, друзья, мы движемся далее И прямо сейчас Лилу думала Размышляла, с кем же она Возможно, хочет записать совместный дуэт Все, давай, колись, колись в прямом эфире У меня сейчас есть любимая песня Ее исполняет Фаррел Уильямс Она называется Хэппи Там госпел хор поет Я бы вот мечтала бы с ним что-нибудь записать Слушай, ну все возможно, все в твоих руках Вот и... Главное захотеть Сообщи нам об этом, мы будем тебя болеть, поддерживать Слать сообщения Куда-нибудь Почему бы и нет, в конце концов Интересно узнать, есть ли у нас телефонные звонки Алло, ребята Алло, алло Есть Алло, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Александр Александр Очень приятно Саша, чем ты занимаешься целый день? Саша, Саша немногостроен сегодня, это нормально Он ушел чем-то заниматься Не стесняйся, Саша, задавай свои вопросы Алло, здравствуйте О, что ты вернулся, вернулся О, глушил прям Не стесняйся, Саша, задавай свои вопросы, не лу Просто немного не почувствую Да ты не стесняйся Да не стесняйся Все свои Оля сегодня не в юбке И нога она поднимать не будет Зато Рома готов купить молока с селедкой Так, Саша, любишь татуировки? Не, не люблю Правильно, правильно Все тут попахи тюремщиной, да ведь, Саш? Ну, скажи, что да Вот видишь, как будто Это ромки, это вообще зло Вот, правильно А как ты думаешь, я уже понял твою точку зрения После того, что ты подверглась, что это зло Не любишь эту ромки? Ну, мне кажется, что это самореализация Но можно самозыразиться как-то иначе, мне кажется Потому что, если бы я себе сделала И завтра бы проснулась и увидела Я бы очень расстроилась Потому что каждый день, особенно женский мозг Постоянно все меняется в голове А ты знаешь, кстати, а у Оли всегда так и было С ее 53 татуировки происходили не так Она просыпалась где-то непонятно где Спокойно, успокойно, Рома, хватит, хватит И смотрит на это Нила, скажи, пожалуйста, мужчины с татуировками тебе нравятся? Правда ли, ведь они такие брутальные, такие сексуальные, да? Ну, они, может быть, внешние, а внутренние потом покажут, что они такие, как девочки Ты о ком говоришь, нет? Ты о каких-то артистах говоришь, а? Я тут знаю этого татуированного Да, очень татуированного Как девочка? Да, очень татуированного Все-таки Лучше пусть внутренний мир будет такой прям брутальный, такой мужской Вот Понятно Понятно, друзья Я поддерживаю точку зрения Нилу полностью, абсолютно Но на вкус и цвет товарищей нет, как говорится Главное, что внутри, не важно, что снаружи Да, специально для Саши, который дозвонился к нам, но правда оказался немножко немногословным Потому что, увидев Нилу, сразу стеснялся, покраснел Потерял дар речи Вот такое бывает А вот Нилу действительно красивая девушка, и с этим не поспорить Мало тебя, группа Серебро Вы знаете Хочу удавить этого мужчину Хочу удавить этого мужчину Не надо Ребят, вот санитара можно, а Оле привычку сделаете А то у меня видишь, что есть Что это? Шило? А сейчас узнаешь Зашли не вам в другое место себе Ну, слушай, достойная шутка Первая достойная шутка за эфир Нилу, мне кажется, что татуировку делать больно Как ты считаешь? Мне кажется, очень больно Да, неправда Абсолютно не больно Надо просто определенные места знать, где делать Какие? Ну, например, то, что мягко Там совершенно не больно делать А вот на лодыжках очень больно Подачи, где мягко? У каждого человека парад Нет, раз ты сказала, а говори бы, где мягко Я просто хочу, чтобы Оля его море Мне начальство не разрешает говорить такие слова Я надеюсь, вы догадались, где у людей мягко И где не больно делать татуировку Вот недавно Риана сделала себе вот здесь татуировку Видела? Там не очень мягко И там очень-не очень мягко и очень сильно Мне кажется, я бы якорь еще написала Якорь, да, и Вася Вася Да, и Зава ДВ Вот так Ты знаешь, если бы тебе сказали, что необходимо сделать татуировку Хочешь, не хочешь Я бы нарисовала ее красиво Что бы ты выбрала? Какой бы рисунок был? Какой-нибудь такой, ну, цветной Но это на один раз Нет, на всю жизнь На всю жизнь, нет Я бы что-нибудь тогда написала умное Подожди, подожди А это не животное или было бы? Нет, нет, нет Нет жизни, счастье Не забуду мать родную Можно написать Ну, обычно так делают Так это много сглами Ты знаешь, есть на зоне наколки аббревиатуры Да, Оля знает Рассказывай Что там вы на школе, чем занимались? Я в интернете прочитала Да ладно А что покраснела-то? Значит, есть такая наколка код Если ты увидишь кота, то, значит, человек прописался на зоне А если этот код, между прочим, с ключами, значит, он вордомушник Хочешь себе котика включать Мне кажется, царь есть Что-нибудь такое, царь Царь? Царь Насчет царя я не знаю, насчет жука знаю Жук-то? Да Что-то трехбуквенное все какое-то Да, ну вот так вот Еще и рисует Уважаемые господа телезрители Если вы сейчас находитесь в тюрьме И смотрите нас в прямом эфире Позвоните к нам по номеру 276-2949 Расскажите, как переводится слон Как переводится жук Кот И специально для всех заключенных Клип дискотеки Дискотеки аварии Качели Качели 27 ноября В студии телеканала Russian Music Box Ты решаешь, кто съест вонючку дня Сегодня это огурец Килька И стакан свежего парного молока От коровы Машеньки Подовиной лично Олей Золотой Не забывай об этом Судьбу Оли и меня решаешь именно ты Голосуй в официальной группе ВКонтакте VK.com Slash Russian Music Box Ну все, хватит, хватит, хватит Мне бы вообще Что ты думаешь о всем происходящем? Как ты думаешь, кто съест эту вонючку дня? Ты Ну вот так Это женская солидарность Это женская солидарность Скажи, а тебе приходилось когда-нибудь вот Есть вонючки? Есть, да Какие-то необычные компоненты Например, как огурец необычный? Нет, огурец с молоком Селедку с молоком В принципе, наверное, приходилось Приходилось Но вот мой организм, он такой прям умеет со всем бороться Гранепойный организм, улево Что бы туда ни засунули, все нормально происходит Отлично Простите Задавайте еще вопросы, не лусь, не сняйтесь Не лусь ест? Нет Нет Я думаю Не сегодня Не будем втягивать Наши жестокие игры А у них концерт, наверное, после нашего прямого эфира Да, ладно Ладно А вот что происходит необычного во время выступления Нелу Мы узнаем сразу после рекламы А кто не будет смотреть рекламу, таму по щам! Друзья, мы с вами в прямом эфире С нами Нелу, которая сейчас всему миру поведает, какие же смешные или забавные, может быть, истории, а может быть, даже страшные истории происходили с ней на сцене во время концерта Ну вот, однажды, прям в прямом эфире я пела и кнула Ты знаешь, я всегда этого, я всегда этого так боюсь Нет, я боюсь забыть слова, но чтобы Кать, вот я об этом даже не задумывалась, я даже этого не боялась И тут я пою там, там, Ола, Ола, и вот и пошло, и прям заикало, и прям громко, и было очень обидно Как ты вышла вообще из этой ситуации потом? Я пела дальше, как ни в чем не бывало, как будто бы, ну... Как будто бы ИК был запланирован Такому запланированному ИК Специальная домашняя заготовка Да Вы бы знали, что Оля Золотая делает во время прямого эфира ИК это показалось вам просто, просто ничем Ну, некоторые знают уже, к сожалению Вы знаете, бывают еще зеленые концерты разные Раньше работала со Стасом Пьехой Там были зеленые концерты, и там мне намазали чесноком микрофон Это был ужасный звонок У нас звонок, 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 звонок в студию Ну, влашу риски педара Окей, у вас есть микрофонный звонок Алло, вы на связи Алло, я здесь Здравствуйте, как вас зовут? Альбина Очень приятно, Альбина У тебя есть возможность задать вопрос нашей героине Нилу, как ты добилась такого успеха? Хороший вопрос Нилу, давай рецепт Рецепт рассказывай Мне бы такой вопрос через 10 лет Я пока еще, мне кажется, такого глобального ничего не добилась Скравняка 10 лет, 10 лет так долго Скравняка, наша девчонка-скравняка Мне кажется, главное верить Я каждый день без перерыва в твои песни Они очень хорошие, очень красивые Спасибо тебе большое, спасибо Спасибо тебе большое, спасибо Вот как раз для таких Пожалуйста, пожалуйста Для тебя как раз и тружусь, спасибо большое Альбин, скажи, пожалуйста, как ты относишься к татуировкам А скажи нам, да Нравится они тебе или нет Скажи, что это плохо Нет, скажи, что хорошо Ну, конечно же, это очень плохо Это вредит здоровье Это, конечно же, вредит козы Кожу борти Краска На улицу, смотрите Страшно смотреть, на самом деле И все это Наколки Наколки Эти проклятые Ужас Вот, Альбина Правильно Поругай ее Поругай ее Смелее, ругай Опустили Я очень плохо отношусь к татуировкам Правильно, молодец Еще говори И никому не посоветую, да? Конечно Молодец Как задумать, что нам нужно с Олей сделать? Куда ее будем бить? В ребро? Зачем так же? Жестоко Я, конечно же, не хотела убить ее Ну, придется все-таки Пошел Ладно, Альбина, мы шутим Мы шутим Альбин, чтобы все-таки немного успокоиться Потому что давление всех уже сейчас Давление Особенно у меня Чтобы не придушить нашего уважаемого Рома Давайте передать им привет Передаем привет Альбин, кому привет будем передавать? Конечно же, вам, Нилу И всем всем Тебе привет Спасибо Привет всем-всем-всем Спасибо Спасибо тебе Спасибо большое Альбина Ну что, Оля, может, поумнеешь сегодня хоть после эфира? Может быть, может быть Ребята, как думаете, у Нюши есть наколки? Мне кажется, нет А мы сейчас посмотрим клипы, пытаемся найти их Да, давайте рассмотрим Движемся далее, друзья Мне кажется, семья для меня самое большое счастье Семья и быть в гармонии с собой Вот А вот для Оли счастье это просто бутылка лимонада Ну, хотя, как лимонады, это хорошо Ну, все поняли, какого лимона Что сказала? Окей, а также нас спрашивают Анилу, скажи, будешь с гастролями в Казахстане? Думаю, обязательно и в Казахстане, и везде вообще Нас тоже в Казахстан, кстати, приглашали с Ромой Да, было дело Анастасия Бутенко интересовалась Бывали ты в Екатеринбурге? Вроде да, была Вроде или была? Подожди, подожди, подожди Вроде была Что значит вроде была? Ты не помнишь, как ты там давала концерты? Нет, еще пока концерты там не давала Ну, вот, видимо, проезд Концерты не давала А что ты там? Может быть, что-то заезжала Но ее по России много Проезд, ну, все может быть, понимаешь? Ты же, Оль, тоже путешествует сейчас Ну, я помню, где была и чего давала Ты стоишь длиннобойщиков и путешествуешь по всей стране Скажи, вот, а как вообще устаешь во время всей своей деятельности концертной? Наоборот, нет Бодрюсь и потом еще пою, хожу там всех Раздражаю Потому что много энергии после выступлений, наоборот Она прям исходит и исходит Да ты что? А вот у тебя клип же новый, да? Сложно ли было сниматься в этом клипе? Нет, не сложно Мы снимались целый день Ездили по разным местам Мы снимались и снимались Мы там даже на крышу, представляете, залезли на крышу И нас там заперли И мы перелезали через заборы, чтобы пролезть обратно, выйти снаружи Подожди, специально заперли? Да, потому что там нельзя было снимать и вообще ходить Вот так вот заперли Нилу Видите, какая интересная жизнь у артистов Хочешь, наверное, клип тебя закрывать на чердаке И еще спайдерменом параллельно Хорошо, что за спайдерменом, а то запрут с кем-нибудь другим А кто режиссер клипа, кстати? Режиссер Женя Курица Кто? Курица? Да Курица Евгений Курица Режиссер Курица прям звучит Интересно Он написал песню, он такой прям Про что клип? Пока еще премьера у нас не состоялась, да? А чем клип? Поподробнее Думаю, можно будет посмотреть и прям все понять Ааа обсудим, договоримся. niluhits.com Вот нужно будет обязательно зайти, я сегодня это сделаю. Друзья, ну что, все готовы? Точно? Оль, как думаешь, все готовы увидеть новый клип Нилу? Тогда смотрим! Тогда смотрим! Погнали! Супер! Давает даже нечего. Более того, мы танцевали вместе с Нилу. Она учила нам движение. Давайте покажем, как мы выучили все вместе. Так встаем. Четыре. Погнали! Погнали! Е! Еще и на английском языке. Такой мастер-класс. Обалдеть. Что-что, танцевать ты, Рома? Не умеешь. Ну вот, что-то я не умею делать. Более того, Оля подпевала целый клип. На английском языке я вижу. Удивительно, конечно, откуда она знает английский. Так вот, мотив. Скажи, долго учила английский у него? Ну, я еще продолжаю учить. Прям это такой длительный-длительный процесс обучения. Не просто все это. Но, по крайней мере, сейчас мы тебя поздравляем. Поздравляю с премьерой клипа. Ты действительно очень классный. Потому что, когда я посмотрел, я сначала подумал, что, честно говоря, проходили съемки в Нью-Йорке. В Нью-Йорке проходили. Не в Москве, где-то там. Конечно, не в Москве. А, значит, я правильно понял. Отлично. Это просто синдром моря золотой уже у меня селился. Спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. Спасибо вам. Что может передать нашим зрителям? Желаю вам хорошего вечера, чтобы было крутое настроение, чтобы все получилось, все, что задумали. Вот прям распланируйте всю неделю, чтобы все классно было. С нами была Нилу. Громкими аплодисментами провожаем Нилу. Прямо сейчас, ребят, если вы хотите подарить своему мужчине цепочку, вы не знаете, какую выбрать. Реклама вам поможет.